Друзья, всем привет, с вами Энди Вак. Сегодня мы будем говорить про студийные мониторы. Как выбрать самые лучшие, как установить их в помещении и что сделать для улучшения их звучания, чтобы добиться того самого максимально линейного звука. Это видео в основном для новичков, с другой же стороны я попытаюсь максимально осветить тему и с высоты своего 20-летнего опыта, насыпать вам всяких полезных советов. В комментариях под видео, пожалуйста, пишите, какие мониторы в данный момент вы используете и чем они вам нравятся или не нравятся. Ну что ж, мы начинаем, погнали! Итак, мониторы или колонки, или акустические системы АС сокращенно делятся на активное и пассивное. В активных усилитель внутри, а к пассивным требуется докупить, конечно же, внешний усилитель. Пассивные считаются наиболее крутыми, более честными, но, конечно же, такая крутость и честность компенсируется высокой ценой самих мониторов и, собственно, усилителя. Активные же мониторы защищены от перегрузки, а вот пассивные довольно легко сжечь, если возникнет желание навалить побольше звука. Также мониторы делятся на открытые и закрытые мониторы с пассивным радиатором. Открытые или мониторы фазоинверторного типа — это мониторы с фазоинвертором, которые расширяют диапазон звучания на низких частотах. Фазоинвертор — это чаще всего труба, которая настраивается в резонанс со всей акустической системой. И мониторы, подобные с фазоинвертором, наиболее распространены, особенно в бюджетном сегменте. Однако стоит помнить, что это решение не идеально — это компромисс между расширенным частотным диапазоном на низких частотах и потеря в точности и скорости на тех же самых низких частотах. Закрытый ящик или сокращенно ЗЭЯ — это мониторы без фазоинвертора. То есть визуально это сразу видно, в таких мониторах нет никаких отверстий, это просто коробка с торчащим из нее динамиком или несколькими динамиками. Часто закрытые мониторы звучат тише открытых, у них более точный низ, но его гораздо меньше, и по количеству, и по частоте. Зато с такими мониторами меньше проблем в плохо подготовленных помещениях. Мониторы с пассивным радиатором имеют дополнительный динамик, установленный внутри, который не подключен к электрической схеме самого монитора, но настроен в резонанс системы. То есть это можно рассматривать как некий аналог фазоинвертора, но внутри акустической системы. По размеру, весу и громкости мониторы делятся на ближнее, среднее и дальнее поле. Соответственно, Near Field, Mid Field и Main или Far Field. Для дома вам скорее всего подойдут Near Field мониторы ценой от 400 до 1000 долларов за пару, а если у вас хорошо заглушенное помещение от 15 до 25 квадратов, то вполне можете смотреть в сторону среднего поля. Однако тут вас может остановить цена таких мониторов, потому что она начинается от 3000 долларов за пару. Только начинается. Действительно, на больших крутых студиях вы часто можете увидеть и услышать мейн мониторы, которые чаще всего установлены в стенах студийного помещения, в студийной контрольной комнате, но не всегда. Иногда они все-таки стоят в помещении и выглядят как такие огромные стойки с кучей динамиков. Мейны часто используют для проверки и контроля звучания. Также некоторые рэперы были замечены в создании битов именно на мейнах, потому что звук на мейнах именно прокачивает своей мощой, однако помните, что слух не восстанавливается и всегда носите с собой беруши, особенно на случай, если какой-нибудь крутой продюсер вас букирует и заставит писать биты на мейн мониторах. Также, друзья, обратите внимание, где в мониторах расположен фазоинвертор. Для нас в большинстве случаев оптимальное расположение фазика впереди, чтобы избежать дополнительных отражений от стен, которые находятся позади мониторов. Хотя это только в теории. На практике низкие частоты распространяются вокруг монитора, так что в любом случае стоит заморочиться с акустическим оформлением вашего помещения. Практически все производители мониторов пишут про рекомендуемое расстояние до слушателя. Старайтесь, друзья, всегда следовать этим рекомендациям. Для ближнего поля это, как правило, от 1 до 2 метров до слушателя. Для среднего поля – от 1,5 до 4 метров. При выборе мониторов я рекомендую руководствоваться следующими критериями. 1. Подходят ли мониторы для ваших ушей? Чаще всего это определяется материалом и конструкцией высокочастотного динамика или твиттера. Это сугубо индивидуальный момент. То, что подходит одному, попросту говоря, другому просто не понравится. 2. Подходят ли мониторы для вашего помещения? Важен объем, форма помещения. В идеале помещение должно быть заглушено ловушками из минеральной ваты. Схема сборки таких ловушек, друзья, в описании к этому видео с адаптированными размерами и материалами под нашу территорию. Чем меньше незаглушенное помещение, тем меньше баса должно быть у мониторов, и тем ближе к вам эти мониторы захочется поставить. Хотя бы таким близким расположением мы нивелируем недостатки нашего помещения. 3. Установка мониторов в помещение. Смещение мониторов на несколько сантиметров может кардинально изменить их звучание. Особенно это актуально для маленьких помещений до 15 квадратов. Расположение монитора в сочетании с точкой прослушивания в идеале должно образовывать равносторонний треугольник. Рекомендуемый угол между мониторами и слушателем 60 градусов. Хотя тут часто играет роль вкусовое предпочтение звукорежиссера и помещение, в котором иногда невозможно до бесконечности выбирать положение мониторов. 1. Один из главных признаков правильной установки мониторов – появление так называемого фантомного центра, когда при прослушивании любых композиций вы начинаете слышать, например, вокал там, где его нет, а именно в центре. Потому что мониторы это установлены слева и справа. То есть в реальности в центре ничего нет. 4. Пищалки динамиков обычно должны смотреть в уши звукорежиссера. Хотя опять же, я обратил внимание, что некоторые предпочитают, чтобы мониторы смотрели не в уши, а за уши. То есть их устанавливают чуть-чуть шире. Как бы разворачивают их, чтобы они смотрели за голову. 5. Экспериментируйте. Найдите свое комфортное положение акустической системы. Главное – обеспечить хорошую переносимость микса. То есть главное – это не крутой звук, который вам нравится. На первом месте – переносимость. Проще говоря, чтобы везде ваши работы звучали приемлемо. 5. Установка мониторов с разным расстоянием до слушателя недопустима. Звук имеет волновую природу, и тут очень важно соблюсти симметрию. Это касается также и помещений. В идеале оно должно быть симметричным. 6. Помните про массивные стойки, заполненные песком или качественные подставки, настольные или напольные. 7. Если устанавливаете мониторы на стол, обязательно позаботьтесь о виброразвязке. Звучит весьма заумно, однако на практике это означает лишь то, что не стоит мониторы ставить прямо на стол или микшерную консоль. Поверхность наверняка будет сильно резонировать, в основном на низких частотах. Поэтому пользуйтесь бюджетным решением типа поролона либо более продвинутым и соответственно более дорогим в виде виброизоляторов для мониторов. 8. Наша задача – получить максимальную переносимость микса. Зачастую можно услышать, что мониторы звучат красиво. На таких мониторах хорошо показывать работу заказчику или слушать музыку наслаждаться. Нам же для сведения и создания треков нужны ровные, линейные, честные мониторы. 9. Мозг адаптируется к звучанию новой акустической системы постепенно. Дайте мозгу одну, две или даже три недели. В этот период слушайте побольше референсных треков или треков ориентиров. Список моих референс-треков в разных направлениях и стилистиках доступен на моем патреон канале, ссылка в описании. Присоединяйтесь. 10. Только после идеальной установки акустической системы и точки, где вы будете сидеть, это еще часто называют свитспот, можно попробовать программные и аппаратные средства для коррекции звука в помещении. Самые доступные по цене это железный, но снятый с производства KRK Ergo, который использую, например, я, или программные средства более дешевые, более доступные от IK Multimedia, ARK или Sonarworks. Также существует бесплатное решение под названием Room EQ Wizard и все, на что вы потратите деньги, в этом случае это, конечно же, измерительный микрофон. Однако учтите, что нужно будет потратить также много времени для понимания процесса замеров помещения, плюс, конечно же, практика. И момент 11. В идеале следует предоставить расчеты и постройку контрольной комнаты профессионалам. Серьезные компании берут немало, это около 1000 долларов за квадратный метр. Если этот бюджет вас пугает, попробуйте сделать акустическое оформление помещения сами. Я рекомендую максимально заглушить помещение ловушками из минеральной ваты наотносе от стены, чтобы повысить коэффициент поглощения на низких частотах. И когда я говорю максимально заглушить, то имею в виду углы, потолок, ловушки за мониторами, по бокам от звукорежиссера, сзади обязательно. Обратите внимание, что максимально заглушить не равно полностью заглушить. Обычно я не рекомендую полностью завешивать все поверхности ловушками, потому что звук в помещении от этого становится мертвым, и даже находиться в приглушенной комнате будет очень некомфортно. 12. Я крайне не одобряю использование поролона в качестве поглотителя, об этом часто спрашивают, так как он неэффективен на низких частотах. Получается, что вы переглушите высокие и средние частоты, а низ начинает торчать еще больше. Друзья, вы спросите, а как же бесчисленные тесты мониторов, которые проводят именитые блогеры, интернет-издания? В этих тестах зачастую используется измерительная техника, хорошо заглушенное помещение и так далее. Дело в том, что мониторы одного класса, то есть, в принципе, одной ценовой категории, как правило, имеют сходный класс компонентов. По сути, их характеристики очень схожи. Здесь решающим фактором, влияющим на звук, является то, как эти компоненты используются, как реализованы схемы кроссоверов, как сфазированы динамики мониторов относительно друг друга и так далее. То есть, дизайн акустической системы. Также есть несколько ключевых моментов, не зависящих от дизайна акустической системы. Об этом сейчас поговорим. Во-первых, уши у всех разные. Мы это уже обсуждали. В основном, это касается твиттера высокочастотного и материалов, из которых этот твиттер сделан. Во-вторых, в разных помещениях абсолютно одна и та же акустическая система будет звучать абсолютно по-разному. Фактически, 70% звука акустической системы – это звук помещения. Я всегда говорю, что звучит помещение. Хотя это поначалу может прозвучать весьма странно. И третий момент. Помним про переносимость микса. И переносимость можно определить только опытным путем. Делаем микс, затем проверяем его на разном контроле. А теперь, друзья, давайте поговорим о форм-факторе мониторов, то есть о их размере. Тут действует правило «чем больше, тем лучше» и Ивлеева одобряют. Во-первых, чем больше диаметр низкочастотного вуфера, тем более низкую частоту он может воспроизвести. А теперь вспомните, какие чудесные графики АЧХ мы видим в рекламных проспектах маленьких мониторов размером с мотоциклетный шлем. Есть о чем подумать. Во-вторых, чем больше полос мониторов, тем более линейный и честный звук они выдают. Тут все просто. Динамику сложно воспроизвести широкий спектр сигнала. И если делить весь сигнал на кусочки спектра, то динамику гораздо легче справиться с воспроизведением таких кусочков. А далее при правильном подборе динамиков и адекватной схеме усилителя звук становится довольно линейным, без явных впадин, всплесков на различных частотах. Полосы считаются по количеству кроссоверов или разделителей частоты, однако нам зачастую проще считать по количеству динамиков. Хотя бывают случаи, когда количество динамиков не соответствует количеству полос, особенно это актуально для низких частот, когда для увеличения количества низа используется, например, не один, а два динамика, как это делается в EF Audio SC407. Третий момент. Чем больше студийное помещение, тем лучше и тем больше размер мониторов нам понадобится. В большом помещении акустическая система маленького размера не даст достаточного количества низких частот, оно попросту не раскачает большое помещение, для этого требуется большая АЭС. Конечно, можно воспользоваться сабвуфером, но я рекомендую это делать только в специально подготовленном помещении, так как настроить такую систему, чтобы она звучала линейно, в домашних условиях практически невозможно. К тому же соседи вас проклянут. Четвертый пункт. Чем больше вес акустической системы, тем лучше. Тяжелые мониторы меньше вибрируют при воспроизведении, также вес говорит о качественных компонентах корпуса и компонентах, на которых собрана эта акустическая система. Пятый момент. Большой низкочастотный динамик. Это на самом деле компромисс в линейности звучания. Чем больше низкочастотный вуфер, тем больше инертности его работы, что выражается в потере детальности звучания. То есть, если у вас много денег на покупку мониторов, то после 5-7 дюймовых мониторов, я бы рассматривал сразу мониторы с большим количеством полос. Двухполосные мониторы с 8-дюймовым вуфером я вообще не рекомендую. Ну и теперь пару слов о кабелях. Я заранее прошу прощения у аудиофилов, так как не буду рассказывать о прелестях использования платиновых кабелей с позолоченными вставками от Сваровски и так далее. Первый момент. Кабель должен быть как можно более коротким, чтобы избежать потери. Второй момент. Кабель должен быть максимально толстым, а значит иметь хорошую экранированную оплетку, которая будет препятствовать проникновению наводок извне. Третий момент. Стоимость качественного кабеля составляет порядка 5 долларов за метр. Например, я сравнивал кабели ВОВАК стоимостью 25 баксов за метр с обычными качественными 5-долларовыми кабелями и вообще не услышал никакой разницы в звучании. Конечно же, если ваш монитор имеет цифровой вход, старайтесь использовать именно его для подключения. Таким образом, мы исключаем из цепи прохождения сигнала аналогово цифровую конвертацию. Конечно же, при этом цифровой выход должен иметь ваш аудиоинтерфейс. Никак иначе. Также, друзья, я не рекомендую использовать имеющиеся в мониторах корректоры АЧХ. Желание их использовать – это верный признак проблемного помещения. И тут стоит затронуть тему DSP-обработок в мониторах. Как правило, если вы видите в спецификации монитора слово DSP, то речь может идти о следующих моментах. Во-первых, эквализация внутри монитора, как правило, эта эквализация довольно примитивная, однако есть случаи, как, например, в моих Адам S3H, где эквалайзер довольно крутой и имеет много полос. Второй момент – также DSP может использоваться для серьезной коррекции помещения в связке с измерительным микрофоном, как это реализовано в топовых мониторах от Genelec. То есть мы просвистываем помещение, профиль коррекции прошивается в монитор, и мы работаем и наслаждаемся линейным звуком. Очень круто и очень дорого. Третий момент – еще один сценарий использования DSP в мониторах – это возможность настройки одного, двух, трех, четырех и так далее мониторов по сети с компьютера. То есть мы соединяем мониторы Ethernet кабелем, то есть витой парой, и с компьютера все настраиваем. Четвертый момент – конечно же DSP – это цифровое подключение для последующей обработки сигнала внутри монитора, например, тем же встроенным эквалайзером. Не можете акустически обработать комнату? Используйте качественные наушники. В описании ссылки на видеообзоры Sennheiser HD 650, Beardynamic DT1990 Pro и Odyssey LCD 2. Единственный момент – я рекомендую использовать наушники только с программой, которая корректирует их АЧХ и как бы усаживает вас в виртуальное студийное помещение. В этом деле, как вы знаете, мой однозначный выбор – это Disonic RealFonds. Лучше я ничего не слышал. Если у вас есть что-то лучше, пишите в комментариях. Попробуем вместе в прямом эфире. И, конечно же, не забываем об усилителе для наушников, чтобы наушники громко звучали и имели АЧХ, которую заложил в них производитель. Из доступных по цене решений могу смело рекомендовать топпинг или шеит. Почему же хорошие мониторы стоят так дорого? Тут, конечно, можно все списать на маркетинг. Однако, давайте подумаем вот о чем. Во-первых, время и средства на разработку. Разработать хорошие мониторы – это дело не одного года, друзья. Стоит перепробовать различные конструкции фазоинверторов, материалы для диффузора динамика, материалы корпуса. Отдельная тема – это конструкция усилителей, которые радикальным образом влияют на звук. Второй момент – это стоимость компонентов. Даже если перенести производство в Китай, качественные компоненты для сборки, элементная база – не самое дешевое удовольствие. Также все мониторы высокого класса, как правило, собираются вручную и, как правило, не в Китае. Третий момент – это количество производимых экземпляров. Любой бизнесмен скажет вам, что если объем производства маленький, то и цена будет высокая. И наоборот, если вы в год выпускаете миллион штук товара, то производство значительно удешевляется. Вы знаете, много людей, которые музыку пишут? Я не очень. Отсюда вывод, что объем производства маленький, целевая аудитория небольшая. Соответственно, стоимость производства высокая. Ну и наконец-то то, чего многие так ждали, запуская это видео. Итак, вы в магазине и хотите выбрать подходящие мониторы. Вот несколько простых рекомендаций по выбору. Как бы поступил я, если бы начинал заниматься музыкой и мне нужны были акустические системы. Во-первых, самое главное – это звучание акустической системы. Прослушайте знакомые референсные записи, выберите подходящие по характеру звучания мониторы. Это важно, чтобы они вам нравились. Второй момент – качество сборки и отсутствие люфторегуляторов. По статистике, самая используемая кнопка в мониторе – это, конечно же, кнопка включения питания. Проследите, чтобы материалы были качественными, везде плотно прилегали к корпусу акустической системы. В общем, чтобы это было, как называют это западные журналисты, не флимси, не хлипкая конструкция, а солид. Третий момент – это количество опций подключения. В идеале в акустической системе должен быть цифровой вход. Наличие XLR-входа очень желательно. Наличие разъемов для балансного подключения, типа джек, также очень желательно. Балансное подключение аппаратуры, в принципе, более качественно, оно защищено от помех и имеет более высокий уровень громкости. Четвертый момент – дизайн. Вроде бы не очень важный момент, однако красивая студия будет вас дополнительно вдохновлять, и это, на самом деле, очень важно для нас, творческих людей. Пятый момент – это световая индикация на фронтальной панели. Если она очень яркая, то и назойливый свет просто не даст вам комфортно работать в темноте. Это уже проверенный момент, так что будьте внимательны. И шестой момент, последний по списку, но не по значению, это вес. Чем тяжелее акустическая система, тем лучше. А теперь я хочу сказать вещь, после которой меня наверняка возненавидят магазины, продающие акустические системы, однако. На мой взгляд, это единственная возможность для выбора той единственной своей акустической системы. Оставляем залог и берем мониторы на тестирование в течение одной, а лучше двух недель. Для начала нужно установить мониторы в помещении так, что в точке прослушивания или свит-спот звук был максимально линейным. На практике мы просто обращаем внимание на звучание низких частот. Их должно быть не много и не мало. В помещении будут точки с очень малым количеством низких частот, а также будут зоны с избытком низких частот. В идеале зовем на помощь друга и просим его перемещаться по помещению с колонкой в руках, пока мы не найдем то самое оптимальное место, в котором наша колонка зазвучит наиболее линейно. Второй монитор ставим симметрично в помещении относительно первого. После установки акустики в помещении, начинаем привыкать к звучанию. Слушаем различную музыку, пробуем сводить треки. Наша задача получить максимальную переносимость микса. Первые 3-5 дней мозг будет адаптироваться к новому звучанию, это абсолютно нормально. Затем сводим, сводим, сводим и проверяем звучание на максимальном количестве источников. Машина, музыкальный центр, радиоточка, компьютерный динамик, смартфон. Короче, везде должно звучать адекватно и баланс инструментов по громкости должен быть максимально схожим на то, что вы слышите у себя на мониторах. Здесь стоит также упомянуть о системах коррекции акустики помещения, которые предлагают сейчас на рынке. Их немало. Например, как я уже говорил, давно и с успехом использую крк эрго. Однако стоит заметить, что эта система, во-первых, больше не производится. Во-вторых, многие жалуются на то, что измерения на крк эрго вот с каждым разом постоянно дают разный результат. Это я отношу насчет либо бракованных изделий, либо неумения делать замеры. Друзья, внимательно читайте мануал на программы, на железо, которыми вы пользуетесь. Также обратите внимание, что тот же крк эрго работает от 20 до 400 герц. А все, что выше, вы должны уже заглушать своими руками. По вопросу коррекции акустики помещения мы имеем несколько самых распространенных опций. Во-первых, это многими любимый акустический поролон. Это безопасный, негорючий материал. Однако, на низких частотах он абсолютно неэффективен в сравнении с минеральной ватой. Поролон может дополнить уже заглушенные минватой помещения натуральными отражениями, если использовать его версию со специальными деревянными накладками. Это красиво и добавит отражений. То есть мы сможем оживить нашу контрольную комнату. Второе, минеральная вата максимально эффективна и самое дешевое решение. Если собирать ловушки из минваты своими руками, то стоимость одной ловушки метр на 60 сантиметров приблизительно равняется 20 долларам. То есть дерево, ткань и два слоя минвата 10 сантиметров. Также не забудьте про специальные дюбели, которые нужно будет установить в стены, предварительно перфорировав отверстия. И специальные длинные такие шурупы, которые в эти дюбели вкручиваются и ловушки вешаются на относе, как я уже говорил, от стены, чтобы улучшить поглощение на низких частотах. Если речь идет про потолок, то можно использовать специальные крючки, которые венчиваются опять же в дюбели, и специальные цепи. Все это можно без проблем найти в любом строительном супермаркете. Чтобы заполнить помещение размером 12 квадратов, потребуется в районе 30 ловушек. То есть весь наш бюджет составит около 600 долларов. Коэффициент звукопоглощения на низких частотах у минваты самый большой. Естественно, нужно прикрывать минвату тканью, которая не даст частицам попасть к вам в легкие и навредить вашему организму. Это очень важно. Либо поручайте изготавливать ловушки кому-то, либо делайте это сами, но в специальных защитных средствах. Схема сборки ловушек из минваты с адаптированными под наш рынок материалами, как я уже говорил, в описании к этому видео. PDF-файл. Желательно заполнить все плоские поверхности, все стыки стен и, конечно же, потолок. Важный момент – это использование нескольких пар мониторов. Это обеспечивает создание миксов с лучшей переносимостью, так как мониторы разных классов и разных производителей обычно довольно сильно отличаются по характеру звучания. Соответственно, нужно заранее предусмотреть аудиоинтерфейс с несколькими выходами на мониторы, плюс контроллер, который будет по миди переключать мониторы. Другой вариант, и, как правило, он более бюджетный – это приобретение отдельного мониторного контроллера. Тут, конечно же, пальму первенства удерживают контроллеры от компании Мэйки и супербюджетное решение от Беринья. Теперь несколько слов о шит-контроле в великом и ужасном. Обычно, помимо использования качественного мониторинга, профессионалы предпочитают проверять миксы на так называемом шит-контроле или очень дешевых компьютерных или не очень колонках. В случае с шит-контролем я рекомендую использовать только один динамик, располагать его слева или справа от себя. Кстати, на шит-контроле очень быстро можно настроить баланс громкостей инструментов в миксе. Также, друзья, не пренебрегайте контролем на смартфоне, динамике ноутбука, блютуз-колонке в машине, использование так называемых мониторов-кубиков типа авантон или ауратон. Завершая тему мониторов и их выбор, не могу не упомянуть тему их обслуживания. Протирайте мониторы от пыли, берегите диффузора динамиков, используйте, если возможно, мониторные решетки. Обычно это делается либо для ВЧ-динамиков, либо вообще для всей акустической системы. На переднюю часть надевается специальная решетка для защиты. При включении соблюдайте правильную последовательность. Сначала подается напряжение на монитор, например, если вы используете переноску с кучей розеток или УПС. Затем включаете монитор, используя кнопку или тумблер включения, и только потом с помощью регулятора громкости выводите громкость монитора с минимума на необходимый уровень. Хотя в большинстве современных цифровых мониторов после включения кнопки питания громкость постепенно увеличивается автоматически. В общем, если в очередной раз увидите, что звезда рекламирует мониторы или наушники, подумайте 100 тысяч раз, прежде чем поддерживать производителя своими деньгами. Если Энди Вакс вам советует мониторы Адам, это значит только одно, он их использует, и они ему подходят. А подойдут ли они вам, это очень большой вопрос. Друзья, огромное спасибо за уделенное время, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваши вопросы в комментариях и помните, самый дорогой девайс в вашем сетапе это ваши уши. Берегите слух, и да будут ваши миксы переносимыми. С вами Энди Вакс, и до новых миксов.